Приветствуем друзья на библейском портале экзегет ответы на ваши вопросы почему христа называют женихом действительно будучи живым богом воплотившимся он был превыше всякой страсти которая присуща человеческому роду и являясь по плоти мужчиной о чем свидетельствует и обрезание на восьмой день его земной жизни самостоятельной от матери при чистой девы марии от которой он родился обрезание крайней плоти как раз свидетельствует о том что израиль встретил в нем не только не некая таинственная существование среди людей воспринимаемого как человек божества но подлинного человека имеющего всю человеческую мужскую природу как и у нас но этой природе было совершенно не свойственно какая-либо страстность жених как нетрудно догадаться это образ который представляет влюбленного человека человека любящего горячо и находящегося на некотором пике своей жизни пике любовного чувства к избраннице своей с которой ожидается и свадьба и нам в отношении иисуса христа принимая определение священного писания как жениха надлежит видеть конечно же это его расположение совершенной жертвенной любви к невесте своей невестой же христовой мы именуем его церковь ибо он себя предает за нее как и свойственно жениху совершенная жертвенность в отношении своей избранницы а невеста его церковь жертвенно служит жениху своему и в этом их единстве которым призваны мы все подтянуться осуществляется спасение всякого человека кому церковь не мать тому бог не отец и наивные предположения некоторых о себе что они придумав какое-то свое личное почитание христа спасителя с пренебрежением церковью обретают христа совершенно обманчиво ибо не может не любящий церкви остаться с христом ибо он для того и пришел в мир чтобы создать церковь свою так что и врата адель не одолеют ее и его исповедание сыном бога живаго со стороны апостола петра признает господь камнем на котором созиждит церковь свою и это глубочайшее единство христа и церкви открывается тем кто приходит ко господу путем покаяния ибо для кающегося храм как для мытаря место его притекания место его покаяния место его плача место обретения милости божьей таковы не каким образом не декларирует свои близости к богу в обход церкви но именно церковь становится для него духовной баней где осуществляется его сближение связь десущим всемогущим и святым богом но путями церковной жизни путями таинств матери церкви обретает душа христа вне причастия как сказал сам христос кто не будет пить мою кровь и есть мою плоть жизни не будет иметь в себе никто не взойдет к отцу небесному и в царство небесное только водою и духом рождением духовным и это таинство церкви кому будет оставлено на земле то есть кто не поучаствовав в таинстве исповеди останется со своими грехами тому не проститься и на небе вот слова господа иисуса которые делают для нас именно таинство матерей церкви самым прямым и благонадежным путем к иисусу христу к господу нашему воскресшему в воскресенье которого и мы с вами надеемся найти вечную славу и упокоение таким образом иисус христос истинный жених церкви и нет иной невесты и иной иного установления на земле которое бы вело к нему как жизнь церковная часть всё и по в в в Продолжение следует...